20 лет тому назад появилась в США, которая была очень популярна. Она называется «Ты нормальный, я нормальный, ты нормальный, я нормальный, ты окей, окей». Можно, там есть разные парадигмы, но там есть такая шутка «Я не окей, ты не окей, но это окей». Если кто-то вам говорит «Ты окей, ты в порядке полностью», вы действительно в это поверите на 100%. Вы умные люди, вы реалисты, мы не можем быть полностью в порядке. Вы так, в общем, неплохие, справляетесь, поэтому вы психологи, но это значит, что вы здесь показываете, что вы не до конца окей, так сказать, не на 100%. И ваш партнер полностью в порядке? Нет, она, он, они много знают и очень хорошие, но чем-то они, вы раздражаете друг друга. Никто не окей на 100%, но вот это как раз окей. Я говорю человеку, если вы вышли замуж, женились, дайте 15 минут другому человеку для того, чтобы он мог показать самое лучшее. Мы все делаем глупые вещи какие-то, нересурсные, независимо от терапии, которую мы получаем. Мы все равно будем продолжать проваливаться каждый день и делать, дайте своим близким возможности проявить свое совершенство, и с другой стороны 10 минут, может быть, наоборот, день, чтобы быть несовершенным. Это связано с ожиданиями, и мы просто таким образом приспосабливаемся к реальности. Мы не всегда окей, мы не всегда, знаете, вот как это, я тебя люблю, я тебя принимаю полностью. Нет, мы можем спокойно говорить, ты знаешь, я не все в тебе принимаю, но в целом это окей, да, есть какие-то вещи, которые меня раздражают. Тебе действительно нравится, я тебя люблю, ты меня любишь, о, да, действительно. Это, знаете, как про жизнь, тебе все нравится, о, да, мне нравятся цены, пробки на дорогах и так далее. Нет, есть вещи, которые мы не любим, также в отношениях, я думаю, что это более реалистичный подход.